МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! На канале БУК-ТВ большие итоговые новости. В студии Виктория Гапутина. Неделя позади и самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы сегодняшней программы. День знаний отметил Брест. Первый звонок нового образовательного сезона прозвучал для 46 381 учащегося Бреста. Из них 4628 первоклассники. Вместе с ребятами волнение начала учебного года разделили руководители области и города, почетные гости, родители. Подарок 1 сентября. В Бресте состоялось торжественное открытие нового учреждения дошкольного образования. В 5-м юго-западном микрорайоне начал свою работу детский сад номер 8. Брестские ряды специалистов таможенной службы пополнятся 25 юношами и девушками. В Брестском государственном техническом университете открылась новая специальность – таможенное дело. В первый день осени мы празднуем День знаний. Тысячи нарядных ребят идут в школу. Так много их с букетами, бантами, в галстучках было на улицах города. Каждый спешил в свою школу. Некоторые из них волнуются особенно. Это, конечно, первоклассники, которым предстоит освоить дорогу в страну знаний. А их в Бресте 4628 – много. Волнуются выпускники, для которых этот учебный год станет последним в стенах родной школы. 1 сентября открылась еще одна новая страница, наполненная безграничными возможностями, интересными встречами и впечатлениями для порядка 46 381 учащегося Бреста. Торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года, прошли во всех школах, гимназиях и лицеях областного центра. Праздничные торжества в средней школе номер 31 и 27 посетили председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко и руководитель города Сергей Лободинский. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Сентябрь плавно вступил в свои права, а белые банты и море цветов, неизменных атрибутов первого дня осени сигнализировали сегодня, 1 сентября, День знаний, увертюра ко всему учебному году. Он никого не оставляет равнодушным, даже если школьные годы далеко позади. Мы все равно чувствуем причастность к празднику и невольно вспоминаем, как сами спешили в школу. На праздники в 31-й школе присутствовало много гостей, но центральное место, конечно, у таких милых, волнующихся первоклассников. Вместе с ними волновался и председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. Лето было прекрасное, вы оздоровились, набрали сил. Пришло время некоторым идти в первый класс и некоторым тоже уже сесть в последний год за свою учебную парту. Я сегодня благодарен педагогическому коллективу, что они вовремя подготовили объект в школу, к тому, чтобы вы пришли в уютные классы, в свою родную школу, где вы будете сегодня продолжать свое обучение. Сегодня первоклассникам я хочу пожелать, конечно, хороших успехов, для того, чтобы вы потихоньку влились в струю школьной жизни, чтобы вы познали, что такое знание, что такое будущее, что такое учеба, обрели себе друзей. И родители не волновались, что они в хороших руках наших педагогов, потому что есть для этого все основания, что у нас все получится, и наши дети будут получать и получают достойное сегодня обучение. Праздник первого звонка для кого-то точка отсчета, для кого-то последний виток в школьном походе за знаниями. Для педагогов это всегда начало работы с уже любимыми учениками, знакомства с новенькими детьми и первоклассниками. Наверное, поэтому сделать первый день учебы запоминающимся хотят в каждой школе. И у всех это получается трогательно, искренне, звучат напутствие, звенят звонки. В 31-й школе все лето проходили ремонтные работы. Акцент на пищеблок. От старого не осталось ни ложки, ни поварюшки. Появились новые поварята, симпатичные. Мы приветствуем всех вас! В предском царстве, в школьном государстве. Поварята-малышата собрались все вечерком поболтать о том, о чем. Если поваром я буду, школу нашу не забуду. Напеку я пирогов, угощу учеников. А меню по шкале Мишлена вышибал. Юрий Шалейко продегустировал и оценил. С учетом этого уже разработали эти карточки. Немножко новинок добавили, что дилетки наши больше кушают. На апгрейд пищеблока были выделены средства. Из областного бюджета был закуплен необходимый кухонный инвентарь, посуда, новое оборудование, мебель. Преобразилось столовое на 160 мест. Три месяца мы слаженно, организованно. Трудились для создания комфортных условий пребывания дилетей для организации качественного, полноценного питания. Ну и как никогда волнительно, что мы имели честь принимать на нашей линейке представителя Брестского областного исполнительного комитета Юрия Витальдовича Шалейко. Волнительно начать, волнительно запуститься, как говорится, в первый день. И далее оно уже идет по слаженной отработанной системе. А первоклассники пока исследуют первую парту, первые учебники. С интересом слушает первую учительницу и изучает книгу «Беларусь наша родима». Подарок президента, который вручил им Юрий Шалейко. Общаясь уже с журналистами, руководитель региона подчеркнул поручение президента. Выполнено школы, готовые к началу учебного года. Сегодня действительно дети Брестской области. Это 172 тысячи детей идут продолжать. И 17 тысяч у нас идет первоклассник, идут в первый класс и будут продолжать свое обучение. У нас 472 школы. 244 мы очень хорошо отремонтировали. А на остальных мы наводили хозяйский порядок, подтягивали материально-техническую базу, занимались оборудованием для питания. Очень многое сделано у нас и продолжится. До Нового года будет серьезный рывок по обеспечению, так сказать, качественно. Оно всегда было качественное питание. Ну, улучшит, так сказать, аппетит наших детей, о чем мы сегодня говорим, чтобы они были здоровее, были энергичны и, конечно, были здоровы, на что это направлено. Да, поэтому мы вот планомерно за три последних года мы отремонтировали порядка 50 пищеблоков капитально. Это вот как на примере 31-й школы. Это полностью новое оборудование, это полностью мебель, это, естественно, какая-то переподготовка, подготовка вспомогательного персонала, это поваров и те, которые детям сегодня просто-напросто кормят. С областного бюджета выделены на область порядка 5 миллионов, хотя там еще были другие суммы. И мы, надеюсь, так сказать, вот эту программу и поручения в наших школах будем выполнять, и выполнять, я считаю, качественно. Праздничные торжества продолжились в средней школе номер 27 для учителей. И учащихся было сразу несколько радостных поводов начать учебный год. Открытие обновленного пищеблока и нового пограничного класса и, самое главное, присвоение учебному заведению имени Героя Советского Союза Ивана Петровича Барсукова. В честь него и в память о нем сегодня в 27-й школе открыт военно-патриотический класс. В этом учебном году мы открыли еще один военно-патриотический класс. Был подписан договор с Брестской краснознаменной пограничной группой имени Феликса Ивановича Дежинского и Управлением по образованию администрации Ленинского района. И теперь военно-патриотические классы – это военно-патриотические классы в интересах органов пограничной службы. Сегодня на торжественном мероприятии в актовом зале ребятам 6-го В и 5-го В класса пограничники вручают шевроны. Мне просто было интересно, что там было. Там весело, мои друзья, вот это все. Чем хочешь заниматься пограничным классом? Дружить, учиться, узнавать новые предметы. А в будущем хочешь стать пограничником? Да. Для воспитанников военно-патриотического класса первый урок в этом году стал не только познавательным, но и особенным. Им вручили шевроны. Персональные знаки отличия пятиклашки получили из рук заместителя начальника Брестской краснознаменной пограничной группы имени Дежинского Андрея Ковалевича, председателя Брестского горосполкома Сергея Лободинского и дочери героя Советского Союза Ивана Барсукова Жанны Царук. Я, во-первых, очень рада присутствовать на этом мероприятии. Мне очень приятно, что память сохраняется моего отца. И очень красивая линейка была. Очень хочется поздравить всех детей с началом учебного года. И мне очень приятно, что сохраняется память. Память о моем отце и в его лице о многих других героях, которые здесь, в пограничном Бресте, защищали нашу Родину. Современная уютная столовая стала настоящим подарком для всех учеников и учителей 27-й школы. Здесь есть все необходимое для комфортного питания школьников. Просторный зал на 220 мест, качественная мебель, современная кухня и оборудование для приготовления пищи, а также буфет с широким ассортиментом выпечки и напитков. Сегодня в присутствии, так скажем, детей, родителей, наверное, хотелось бы сказать и отметить на этой площадке, в которой сегодня мы стоим, наверное, обновленной, поблагодарить в первую очередь строителей, которые вложили сюда душу вместе с заказчиком, это управление капитального строительства, которые, так скажем, в короткий срок помогли навести порядок. Мало того, я думаю, вы, посещая школу, увидите обновленный пищеблок, где наши дети будут питаться. Это не только обновленный интерьер, но и сам пищеблок с новым оборудованием. И для Бреста, и вообще в целом для Брещена, и сюда это было значимо, поддержать и поддерживать нашу систему образования. Потому что любая профессия начинается с чего? Именно с образования. Когда ты понимаешь, уверенно идешь по жизни, тебе помогают раскрываться наши педагоги. Я думаю, что и в целом, и все отрасли народного хозяйства, и сама экономика, не только города, да и в целом страны становятся сильнее, мудрее и крепче. Хочется сказать большое спасибо Брестскому городскому исполнительному комитету, администрации Ленинского района за вклад в модернизацию материально-технической базы школы. У нас обновлен пищеблок, у нас состоялось благоустройство территории, у нас был проведен капитальный ремонт санузлов и душевых при спортивных залах. Мы сами сделали ремонт пяти кабинетов и многое-многое другое. И вообще хочется всех поздравить с Днем Знаний и пожелать всем, чтобы школа была для всех учащихся вторым домом, а родители всегда находили взаимопонимание с учителями и все друг друга уважали. Задача перед школой, перед учителями и учениками сегодня, в это непростое время, стоит не просто сложное, глобальное. И слово «патриотизм» должно стать для каждого из нас главным, не только в год мира и созидания, но и во все последующие годы. В этом году старейшее учреждение образования нашего города, средняя школа номер 4, снова открывает свои двери для жаждущих знаний. За свою 85-летнюю историю это учреждение образования меняло номера на фасаде, меняло гражданство. В период фашистской оккупации в правом крыле школы располагался полицейский участок, а в левом крыле была конюшня. Но в мирное время 4-я школа всегда была и есть храм науки и знаний. Придя сюда, уходить совсем не хочется, а все благодаря тому, что здесь работает не коллектив, семья, большая, состоящая из педагогов, учеников и родителей. В подтверждение вышесказанному торжественная линейка, посвященная и приуроченная к 1 сентября. Как это было, расскажет Василина Буцкевич. Средняя школа номер 4 – это единственная сохранившаяся школа Бреста, построенная из дерева, здание которой сохранилось до наших дней практически в неизменном виде. Может быть, именно поэтому День знаний в ней проходит с особым трепетом. Ребята с волнением ожидают первого школьного звонка. Первоклассники робко, старшеклассники с энтузиазмом. Но все они пришли сюда учиться, что сложно не делать, когда все вокруг дышит историей. Я рада приветствовать вас всех сегодня на торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года. От всей души поздравляю вас с Днем знаний. 1 сентября – это праздник дорог и мил каждому из нас. Сегодня мы ощущаем все себя единой, дружной школьной семьей. Ребята, вы стали на год старше. У школы богатая история и не менее замечательные и известные выпускники. Николай Силищук, Николай Прокопович, Игорь Корнелюк, Едвига Поплавская. В планах учителей и родителей совместными силами запустить школьный музей. И работы над его созданием велись даже летом. Так, в День знаний семья Шуман подарила учреждению образования собственноручно сделанный калаш, посвященный выпускнику Игорю Корнелюку. Мы передали школе подарок для будущего школьного музея. Ввиду того, что школа очень интересная. Ей 85 лет, у нее богатая история. Знаменитости города Бреста, которые прославляют наш регион, наш город, нашу маленькую волынку. Они учились здесь. Это известный художник Силищук и известный также композитор Игорь Корнелюк. Это был оформлен приказ зачисления Игоря Корнелюка в Брестское музыкальное училище. Тогда это называлось училище. Сегодня это Брестский музыкальный колледж. В 1977 году он был зачислен туда. Он был учеником четвертой школы. И, наверное, надо, чтобы мы знали, ребята знали, будущее поколение, нашу историю немножко. И кто учился, какие известные, знаменитые люди учили в стенах нашей школы. Нынешнее 1 сентября четверка встречает в обновленном виде. Отремонтированные кабинеты и кровля, новые окна, облагороженная территория. А в следующем году совместными силами школы и руководства города планируется полностью обновить крышу. В данном учреждении аналогично. Были проведены ряд работ. То есть это и текущий ремонт кровли, внутренние помещения коридоров, классов. Почему мы находимся здесь, в этой школе. То есть школа действительно с определенной историей. Школа еще до военной постройки. И она сохранена в том виде, в котором она была когда-то. То есть тут только пристроен небольшой пищеблок. Сделаны учебные классы и так далее. В целом хочется отметить, что в городе Бресте у нас более 45 тысяч детей пойдут в школу. Почти 5 тысяч это будут первоклассники. В нашей стране сложилась добрая традиция. Во время первого урока каждый первоклассник получает подарок президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Книгу «Беларусь. Наша родима», которая является энциклопедией знаний о нашей стране. Этот год не стал исключением. Книги ребятам вручил заместитель председателя Брестского госполкома Виталий Щерба. Как тебе первый вечерний день? Нормально. Какой планет хочешь получить? 5 минут. 5 минут. 5 минут. Почти научиться. Буквы, 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 буквы. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Вы смотрите итоги недели на Бук-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Подарок ко Дню Знаний. На текущей неделе в Бресте состоялось торжественное открытие нового учреждения дошкольного образования. В пятом юго-западном микрорайоне начал свою работу детский сад номер 8. Участие в церемонии открытия приняли руководители области и города, почетные гости, а также главные виновники торжества – юные брещане. Побывала на мероприятии съемочная группа Бук-ТВ. Подробности в материале Ларисы Осмолович. В самом густонаселенном районе Бреста и при этом самом молодом пятом юго-западном живут в большинстве свои молодые многодетные семьи, а потому детский сад им был просто необходим. Семья Дробыш-Мусвитес на открытии садика идет почти в полном составе – мама, папа и златовласка Настенька. Настроение супер, погода немножко подкачала, но дождик – это к добрым делам. Вы знаете, что мы, когда понимали, что наши Настеньки уже вот-вот нужно идти в садик, и когда мы узнаем, что возле нас еще построился, достраивается такой замечательный, прекрасный сад со всем оснащением. Вы знаете, для нас это такая награда и такой подарок – попасть в этот садик. Огромное спасибо, что мы в этом садике. Мы очень рады, очень рядышком возле дома, и будем счастливы и рады, что наша доченька будет ходить в этот садик. Техническое оснащение на высоком уровне, все отлично. Понравилось? Да. Самое главное – не стены, верно, а самое главное – это человеческий, душевный, духовное воспитание детей. И для нас это очень важно, и мы верим и надеемся, что нашим деткам здесь будет поистине душевно хорошо. Церемонии открытия так распорядились в небесной канцелярии и из-за дождя перенесли в музыкальный зал детского сада. И это придало какую-то изюминку всему мероприятию, что называется «в тесноте да не в обиде». Все получилось здорово. Волнующиеся гости, родители и милые в своей непосредственности малыши, слушающие с серьезным видом выступающих. Сад построен для них вовремя и в срок. Рад, что у нас получилось, выполнить свое обещание и достаточно очень короткие осроки построить детям такой прекрасный, великолепный детский сад. Мы действительно стараемся для того, чтобы улучшать инфраструктуру нашей области, города. Короткие осроки, постройки, 250 мест, великолепное новое жилье семей, которые здесь проживают. Догонное спасибо тем, кто отвлекался на время строительства. Родители помогали тоже каким-то определенным участием строителям. То, что выполнили мое поручение и построили вовремя, я считаю, достаточно качественный объект. Я думаю, что на этом мы не остановимся. У нас есть большие планы, ищем финансирование для того, чтобы в районах строить сегодня подобное учреждение. Мы совсем скоро начнем строить для нас школу, как раз как строится школа, и они практически тоже пойдут в первый класс в новую школу. Юрий Шулейко вручил подарок для учреждения и сертификат на приобретение мультиборда. Вручение символического ключа, почетные гости перерезали красную ленточку, хозяева детского сада пригласили всех на экскурсию. Наполним радость и мгновение. Спасибо скажем вам за сад. Примите наше поздравление и благодарность от ребят. Ведь главная музыка играет, сюда созвонки смех. Бедсад сегодня приглашает детей и взрослых. Всем, всем, всем. Детский сад оснащен всем необходимым для образовательного и воспитательного процесса. Рассчитан он на 350 детей. Это только начало строительства детских садов, школ в Бресте будет продолжено. Недалеко от этой площадки, буквально через дорогу, уже в следующем году мы начнем строительство школы на 1100 мест. Далее, значит, в планах реализация второго садика, такого же по проекту, на 350 мест в микрорайоне Ульта. Заканчиваем проектирование и в следующем году начнем реализацию проекта на 190 мест в новом квартале, где сегодня уже практически завершено строительство жилых домов, садика на лейтенанта Рябцева. Поэтому все планы, которые были предусмотрены по городу в части, так скажем, реализации школьных и дошкольных учреждений, на ближайшие вот эти планы пятилетки, да, они будут выполнены в полном объеме. Детский сад на Якельчик современный. В нем учтено все и вся. На 8500 квадратных метрах расположены комната психологической разгрузки, сенсорная комната изо-студия, музыкальный спортивный зал и уютные игровые спальни. В садике 19 возрастных групп. Для своевременного оказания коррекционной педагогической помощи деткам с особенностями психофизического развития здесь будут функционировать две специальные группы и интегрированная группа. А вкусные питательные обеды будут готовиться на суперсовременной кухне. Благоустроенные территории для прогулок, игровые спортивные площадки, зона изучения правил безопасности, горки, качели, песочницы – все оборудование современное и качественное. Наш детский сад получился современным, ярким, красочным. Уже совсем скоро завтра малыши с радостной улыбкой переступят порог этого замечательного современного детского сада. Переполняют эмоции, потому что завтра мы будем встречать наших малышей, наши педагоги замечательные будут оказывать им всякую, всяческую поддержку для того, чтобы детки адаптировались как можно быстрее. Они адаптируются, мы гарантируем, потому что здесь созданы самые комфортные, безопасные и интересные условия пребывания воспитанников в этом детском саду. Сад прекрасный, очень красивый, современный. То, что вот и район такой современный, он круто сюда вписывается на самом деле. И для детей здесь есть все. Все новое, все красивое, интересное, игрушки. Еле забрали детей из группы. Уже сегодня мальчишки и девчонки могут весело и с пользой проводить время в новом детском саду. А их мамы и папы спокойно работают, зная чадо, в надежном месте и под надежным присмотром. Для меня эти объекты, все, что касается детей, это очень радушно, очень трепетно, потому что это же дети, а для них хочется сделать всегда, наверное, только самое лучшее. Нариса Осмолович, Андрей Щерба, Юрий Ремонтович. Для программы «Итоги недели». Подарок 1 сентября получили студенты Брестского государственного технического университета. В ВУЗе открыли новую специальность – таможенное дело. Освоить ее в этом году хотели многие, но счастливый билет вытянули 25 уже студентов. Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Эдуард Данилович подчеркнул, что в Беларуси с учетом БРГТУ таких учреждений образования уже шесть – в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле и Полоцке. О первой линейке в университете и первом уроке Беларуси «Я» – диалог мира и созидания. Сюжет Анастасии Мелешкевич. День знаний трогательный и запоминающийся день не только для школьников, но и для студентов, а точнее первокурсников. Ведь с нового учебного года для них начинается совершенно другая, полная знаний, новых встреч, сложностей и радости взрослая жизнь. А еще это шаг навстречу своему будущему. Но именно о нем, о будущем, говорил ректор Брестского государственного технического университета Сергей Каспирович, обращаясь к молодежи на линейке. Ни капельки не преувеличивая, скажу, что фактически став студентами нашего университета, вы предопределили свое будущее не только на 4-5 лет вперед, а фактически на всю свою будущую жизнь. Это период, который оставляет неизгладимый след в жизни, это период, который предопределяет, как идти дальше, как развиваться. И действительно, студенческие годы – это время, за которое нужно очень много успеть. Сегодня Брестский технический университет – это бессменный поставщик достойных кадров для большинства градообразующих предприятий первого региона и не только. Выпускники вуза – это высокообразованные люди у них, достойная база знаний и уже наработан практический опыт. Сегодня для получения таких знаний в Альмаматор зачислено порядка 1200 студентов. Мы видели, что у нас ребята абсолютно мотивированы, они отслеживали ситуацию, они определялись со специальностью не уже во время нахождения в стенах приемной комиссии, а гораздо раньше. Мы видим, что наши ребята с открытыми глазами идут вперед, готовы поглощать в больших объемах новые знания, готовы заниматься постижением фундаментальных основ соответствующих специальностей, с глубокой практикой ориентированностью, с хорошими практиками на предприятиях наших партнерах, с выполнением соответствующих работ научных, курсовых, дипломных под заказ предприятий. Наши ребята готовы, мы в этом уверены, мы, естественно, эти условия уже создали и будем только дальше двигаться, обучаться не только на студенческой скамье, но и в ходе реализации реальных проектов. Сегодня, помимо специальностей, которые с года в год сохраняются в Брестском государственном техническом университете, с 1 сентября 2023 года начала свое существование новая специальность – таможенное дело, на которую уже зачислено 25 человек. Среди тех, кому посчастливилось попасть на нее, Анна Тихонова. Девушка набрала 393 балла, тем самым установив самую высокую планку. Выбирая специальность, Анна стояла перед выбором – поступить на таможенное дело или все-таки пойти на специальность логистика. Взвесив все «за» и «против», девушка сделала правильный выбор. Я выбрала таможенное дело, потому что мне нравится очень эта специальность. Мне симпатизирует тот факт, что на таможенном деле мы изучаем два иностранных языка. И вообще мне нравится сфера деятельности после того, как я получу такую квалификацию. Как я поставила себе такую планку? Ну, я всегда училась очень хорошо. Я очень интересно занималась. Мне очень помог мой Брестский областной лицей, который я закончила. Хочу успешно закончить и год, стать сессией, конечно же, получить диплом, устроиться по специальности, например, на Брестскую таможню. Цели? Ну, учиться, стараться, познавать что-то новое. Говорят, что университетская жизнь самая интересная, но пока что этого до конца не знаю, но мне кажется, так и будет. Сегодня в Первом регионе, в приграничном районе, профессия таможенника востребована. Брестская таможня – одна из крупнейших в стране. Неудивительно, что в Беларуси возможность освоить специальность таможенное дело появилась в 2000 году в Белорусском государственном университете. Со временем она открылась и в других учреждениях высшего образования – в Гродно, Гомели, Пинске, Полоцке и Бресте. Специальность таможенника в настоящий момент очень востребована. В первую очередь это связано с защитой экономических интересов нашей страны. Таможенные органы с давних времен подготовили, на мой взгляд, одну из самых сильных систем подготовки наших будущих специалистов. Начиная от таможенных классов, которые уже практически имеются во всех регионах нашей страны, а это порядка 36 данных классов в 13 регионах нашей страны. И общие наши молодые специалисты, будучи таможенники, уже на данный момент насчитывают порядка 1000 человек. Поэтому система работает и данное направление развития мы будем дальше развивать. После торжественных мероприятий Эдуард Данилович провел первый урок «Беларуси. Я. Диалог мира и созидания». Также пообщался с юношами и девушками, рассказал о работе белорусской таможни на современном этапе, ответил на вопросы. Он подчеркнул, что сегодня от отношения к учебному процессу и освоения выбранной специальности зависит не только их профессиональный путь, но и будущее нашей страны. В Бресте 14 человек накануне стали полноправными гражданами Беларуси и поклялись в верности стране. В городе над Бугом в московской администрации уроженцы России, Украины, Казахстана и Узбекистана прошли процедуру получения белорусского гражданства по новому закону, который вступил в силу 11 июля и предусматривает принятие присяги. Слова, которые можно произносить на одном из двух государственных языков – русском или белорусском. О том, почему сегодня выбирают Беларусь не только для путешествий, но и для проживания, узнаете в следующем материале выпуска. Сегодня Беларусь остается островком спокойствия и стабильности в самом центре Европы. В этом мнении едины все, кто однажды к нам приехал, остался здесь жить, работать и создал семью. Интерес к нашей стране доказывает количество граждан, которые выбирают постоянное место жительства – Беларусь. 14 жителей России, Украины, Казахстана, Узбекистана прошли процедуру получения белорусского гражданства по новому закону. Среди тех, кто захотел получить статус гражданина Беларуси – Елена Тюлькевич. Женщина вместе с семьей приехала в Брест из Казахстана два года назад и неспроста. Ее отец, уроженец Гродненской области, всю жизнь прививал им любовь к Беларуси. 48 лет мы прожили в Казахстане. Когда был живой мой свекр, то есть отец моего мужа, он родом из Гродненской области, Шасмянского района, он всегда с любовью отзывался о Беларуси. И вот он настолько нам, наверное, привил свою любовь, что у нас не было даже никаких сомнений переехать в эту страну. Мы ее заранее любили. Город мы выбрали, чисто пошли на поводу у своих детей. Наш младший ребенок, нам тут возрастом было 15 лет, просмотрели все картинки всех городов, какие где есть памятники, мемориалы, застепримечательности. Он сказал, мама, едем в Брест. Брест сложился так по выбору ребенка. Я, Евгения Тюльманова Женщина, добровольная и все равно приобретая гражданство Республики Беларусь, торжественно отменусь, соблюдать и уважать Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства, защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Беларусь. Быть патриотом Республики Беларусь, уважать ее государственные символы, духовные, исторические, культурные и национальные традиции, сохранять историческую память о героическом прошлом беларусского народа, уважать достоинства, права, свободы и законные интересы других лиц. Произнося слова клятвы, в голосе Елены была слышна дрожь, но это не удивительно, ведь для женщины это был важный и волнительный момент. Ведь теперь она с гордостью может сказать, я гражданка Республики Беларусь. В Синеку по зову любви приехал и украинец Виталий Шапук. Создал семью, а приобретение статуса гражданина Беларуси – это уважение к стране и народу. Женился здесь, понравилось, моя жена мне понравилась, мы решили создать семью. Вот так я остался, приехал сюда, остался. Хорошая страна, красивый город, уютный, мне нравится. Помимо принятия присяги, еще одно условие для получения беларусского гражданства. Иностранные граждане должны сдать экзамен в виде теста на знание одного из государственных языков. Эти лица строятся полноправно в Республике Беларусь, они проживают на территориях Московского района, города Бреста, которые своим поведением, трудом говорят, что они достойны. И указан президентом 10 июля этого года, там всего 409 человек из достойной страны. Приобретение гражданства Республики Беларусь сегодня, в торжественном сроке 15 человек несут присягу. Самая главная задача, это, конечно же, любить Республику Беларусь, уважать ее основной законы, все остальные нормативно-правовые акты и нести на достойное звание граждан Республики Беларусь. 110 человек, проживающих на территории Брестской области, получили гражданство и прошли церемонию принятия присяги. На территории Брестской области проживают более 23 тысяч иностранных граждан, которые имеют разрешение на постоянное проживание. И, как говорит президент, можно было бы дать всем гражданство Республики Беларусь. Однако наше гражданство Республики Беларусь необходимо заслужить. Анастасия Мелешкевич, Елизавета Демчук, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». С 28 августа по 1 сентября в Бресте проходил 15-й международный турнир по мини-футболу среди команд таможенных служб. Традиционное соревнование объединило в дружеской борьбе 4 команды из трех стран – Белоруссии, России и Кыргызстана. Напряженное соперничество, спортивный дух и пламенные сердца болельщиков на минувшей неделе во Дворце спорта «Виктория» было жарко. Я всегда говорю, что Брест – это уже знак качества. Не только по продукции, которую мы выпускаем, но и по той спортивной площадке, которую мы организовываем. Сегодня и таможня, и другие госорганы тянутся для того, чтобы максимально использовать ту инфраструктуру, которая у нас есть. Она действительно сегодня в масштабах, так скажем, даже мировых соревнований соответствует всем требованиям. А с другой стороны, это наша культура, наш имидж, наш престиж, где просто можно отдохнуть, показать себя и тем самым дать знать, что Брест – это то место, после которого ты, наверное, захочешь еще раз много-много раз приехать. Кроме спортивных состязаний, безусловно, была и подготовлена большая культурная программа по нашему замечательному городу Бресту и его окрестностям. Безусловно, как же это не обойтись без Брестской крепости? До сих пор, даже сейчас я уже в очередной раз захожу в Брестскую крепость, и голос Левитана, слова священной войны и метроном до сих пор мурашки просто по коже. А действительно были, есть сотрудники с Крыгойской республики и с Российской Федерацией, которые ни разу не были в Брестской крепости. И это очень сильно у них впечатлило, и они буквально после этого целый вечер делились своими впечатлениями. Но самое главное – это спортивные баталии. Финальная игра турнира по мини-футболу – эпичное событие, итог пятидневного противостояния. Ожидания зрителей и участников достигли своего пика, ведь на канун звание чемпиона турнира. За престижный титул в финальном поединке боролись команды Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Крыгызской республики и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. Крыгызы – чемпионы прошлого года, и этот статус они подтвердили в нынешней игре. Слаженная командная игра иностранных гостей отразилась на табло – 4-1 после первого тайма и 6-2 после второго. Крыгызская команда не оставила ГТК Беларуси ни единого шанса. Собравшиеся на стадионе зрители аплодируют, возносят овации и болельческие крики, чтобы отдать должное и поздравить обе команды за пройденный путь и фантастическую игру. В этот момент победители чувствуют себя на вершине мира, а проигравшие принимают поражение с достоинством и смотрят в будущее с новым опытом и мотивацией на победу в следующем году. Очень тяжело было, команды укрепились, мы тоже готовились к турниру, понимали, что придется отстаивать свое первое место. Ребята молодцы, подготовились тоже неплохо, ну и командам отдать должное спасибо, да, очень хороший уровень игры. Ну, нам повезло сегодня в очередной раз. Ощущения не совсем положительные, так как заняли второе место, ну и индивидуальный приз приятен, но в большей степени хотелось бы, чтобы командная победа превыше индивидуальных. Вот так. Большой победитель, но не поможет. Я думаю, немножко концентрации не хватило, может немножко перенервничали, хотя подходили к матчу в хорошей физической подготовке и технической. По итогам турнира места распределились так. Третье место – команда Федеральной таможенной службы России. Вторыми стали ГТК Беларуси, а кубок за первое место второй год подряд уехал в Солнечный Кыргызстан. Поздравляем победителей и надеемся, что в следующем году турнир получится не менее ярким, захватывающим и зрелищным. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остается только добавить – это было ваше телевидение, семейный канал Бук ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Виктория Гапутина, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин